Я бы не хотел драматизировать ситуацию. Дело в том, что это не эпидемия, тем более не какая-то пандемия, как это хотят представить в некоторых средствах массовой информации. Это обычный сезонный подъем заболеваемости, который, в общем-то, прогнозируем и, в общем-то, он у нас каждый год. Но дело в том, что свиной грипп, конечно, не каждый год, но сезонный грипп у нас постоянно и болеют достаточно много людей. И, кстати, по статистике от сезонного гриппа людей умирают даже больше, чем от свиного гриппа. Но я не хочу пугать аудиторию. Дело в том, что есть эффективные меры защиты. Это, прежде всего, конечно, вакцинация в обязательном порядке. Ведь у нас сейчас болеют кто? В основном невакцинированные люди, которые отказались в свое время каким-то образом, не стали прививаться. Хотел бы остановиться немножко на неспецифической профилактике. Это, конечно, прежде всего, при появлении первых признаков заболевания, это повышение температуры, кашель сухой, что характерно для свиного гриппа, боли в горле и так далее. При всех этих симптомах необходимо сразу обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Ведь многие случаи запущенные именно из-за того, что люди надеются, что все пройдет, начинают лечиться сами, кто-то где-то посоветовал и так далее. Этого делать не нужно. Немедленно обращаться к врачу, врач назначит адекватное лечение. В Лобинской ЦРБ у нас были случаи зарегистрирования свиного гриппа, лабораторно подтверждены, выздоровление прошло довольно быстро, проведено соответствующее лечение, больные сейчас здоровы.